МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Агентство «Спутник» сообщает, более половины граждан Молдовы выступили за вхождение в Евразийский экономический союз. Такие результаты озвучил Институт ИМОС, проведя исследования по заказу Демократической партии Республики Молдова. 51% граждан Молдовы готовы вступить в ЕАЭС, а за вступление в Европейский союз 49%. Говорится в исследовании. Эти данные коррелируются с исследованиями Евразийского банка развития. Однако, как торгово-экономическое, так и институциональное сближение Молдовы с ЕАЭС отягощено трудностями географии, отсутствием общей границы и необходимостью транзита через Украину, пояснил директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров. Более реалистичным кандидатом на вступление в ЕАЭС в среднесрочной перспективе, по мнению Евразийского банка развития, является Таджикистан. При этом 68% таджикистанцев одобряют такой шаг. Европейский союз и Великобритания не достигли компромисса, пишут Вести экономика. Первый раунд переговоров по Брексит так и не принес желаемых результатов. ЕС и Великобритания не смогли договориться по размеру компенсации за выход из Евросоюза. Остается также открытым вопрос о правах британских и европейских граждан. Глава делегации ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе попросил представителей Великобритании вернуться к переговорам в следующем месяце и предоставить больше деталей по своей программе выхода из Евросоюза. ЕС пока остается верным своим принципам и на уступки идти не собирается, отметил Барнье. В свою очередь британский министр по вопросам Брексит Дэвид Дэвис заявил, что доволен прошедшими в Брюсселе переговорами и сообщил даже о некотором прогрессе. Он, правда, так и оставил открытым вопрос о том, заплатит ли Великобритания компенсацию Брюсселю за выход из состава ЕС. Сумма финансовых претензий Союза к Лондону достигает 100 миллиардов евро. Второй раунд переговоров по Брексит состоится на последней неделе августа. Власти Германии и Турции обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга на фоне ухудшения двухсторонних отношений. Как отмечал портал Вести экономика, глава МИД ФРГ Зигмат Габриэль заявил о необходимости пересмотра политики в отношении Турции. ФРГ намекнули на возможное ухудшение экономических отношений с Анкарой. Поводом для заявлений о применении экономических санкций со стороны Берлина стали аресты в Турции ряда немецких правозащитников. Власти Турции заявили, что подозревают их в причастности к террористической деятельности. В МИД Турции ответили на заявления немецких коллег, назвав их шантажом и угрозами. Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлюд Чавушаглу назвал заявления со стороны ФРГ неприемлемыми и двойными стандартами, напомнив о том, что Германия предоставляет на своей территории убежище лицам, входящим в состав организации, которые в Турции рассматриваются как террористические. Риск потрясений на рынках облигаций вышел на первое место в списке экстремальных угроз для глобальных финансовых рынков. Это показал опрос 179 портфельных управляющих, проведенный Банков Америка Мэрин Лич, сообщает РБК. Их называют хвостовыми рисками, которые подразумевают очень редкие события с разрушительными последствиями. По данным ресурса, 28% участников ежемесячного опроса назвали крупнейшим риском крах облигаций, 27% поставили на первое место ошибку в политике Федеральной резервной системы или Европейского центробанка. Напоминается, что с начала 2017 года профессиональных инвесторов больше всего тревожила опасность дезинтеграции Евросоюза, а последние месяцы – ужесточение условий кредитования в Китае. Но в июльском опросе кредитная проблема Китая заняла лишь третье место в числе крупнейших рисков. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok